Масштабы тестирования на коронавирус в Иркутской области должны быть максимально увеличены до 15 декабря 2020 года. Такую задачу перед руководством лабораторий, в которых осуществляется тестирование на COVID-19, поставил губернатор Игорь Кобзев 7 ноября во время проведения оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В социальной сети забиты комментариями о том, что имеются проблемы с приемом пациентов. Речь уже идет даже о тяжело больных. По-прежнему много сообщений в социальных сетях об отсутствии лекарств в аптеках и проблемах с прохождением тестов на новую коронавирусную инфекцию. Очень много таких сообщений поступает и в мою интернет-приемную. Приведу конкретные примеры. Например, человек с 40% поражением легких по результатам КТ, кашля, температура 39, имеющимся направлением на госпитализацию, несколько дней ждет скорую помощь, которая не едет, потому что в больницах нет места. В Саянске и других городах люди в социальных сетях жалуются на невозможность дать тест на коронавирус как платно, так и бесплатно. Есть пример. У ребенка по контакту в школе взяли мазок на COVID-20 октября. Результатов в поликлинике 9 до сих пор нет, хотя прошло больше двух недель. Как доложила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Сенькова, на сегодняшний день тестирование на коронавирусную инфекцию в регионе проводит 13 лабораторий. Наращивать их мощности запланировано в три этапа. По данным, на 7 ноября ежесуточное количество тестов составило более 10 тысяч. К 15 ноября эти данные должны вырасти до 16 485 в сутки. Количество лабораторий в регионе к этому времени увеличится до 15. Также на заседании оперативного штаба обсудили вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и амбулаторных больных, увеличение коечного фонда в учреждениях области, где проходит лечение пациенты с коронавирусом. Я поставил задачу до 20 ноября дополнительно ввести 320 курьер. И еще раз подчеркну, все стационары, у которых открывается дополнительный коечный фонд, должны быть полностью укомплектованы медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты. Должен иметься в наличии необходимый запас кислорода и проверена готовность к эксплуатации кислородного оборудования. Вот эти четыре незыбленных правила, которые нам дают качественно проводить соответствующее лечение. На сегодня у нас функционирует 5061 на койко для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Из них 1195 основных и 3866 помогательных. Мы понимаем, что вот эти коечный фонд 3866 – это для оказания помощи пациентов со средней степенью тяжести заболевания. Очевидно, что при нынешних темпах распространения инфекций темпа наращивания коечного фонда недостаточно. И мы это вчера подтвердили, и Минздрав мне точно сказал, что количество заболевших в разы превышает количество, кто выписывается. Вчера у меня был телефонный разговор с министром здравоохранения Михаилом Петровичем Мурашко. Еще раз он довел до меня о том, чтобы задача Минздрава поставлена такая, что довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, до 20%. Все пациенты с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся в кислородной поддержке, должны быть незамедлительно обеспечены медпомощью в стационарных условиях.